Привет, меня зовут Саша Сулим и вы на моем канале. Здесь я рассказываю истории о серийных убийцах и других громких уголовных делах. Сегодня поговорим о женщинах-маньяках. Существуют ли они вообще? Почему их гораздо меньше, чем мужчин? Что ими движет? И подробно разберем дело Марии Петровой, которую называют едва ли не единственной маньячкой в истории современной российской криминалистики. Почему ее называют убийцей мужского типа? Зачем она охотилась на мужчин? И почему Петрову не посадили в тюрьму? На все эти вопросы мы ответим вместе со старшим оперуполномоченным Дмитрием Мироновым. Он расследовал дело Петровой и клиническим психологом Евгении Смоленской. В начале марта 2002 года на остановке возле театра «Шалом» на Варшавском шоссе убили 20-летнего парня. Врачи скорой помощи обнаружили его с перерезанной сонной артерией. Преступление носило какой-то не совсем ординарный характер, поскольку не было признаков ни грабежа, ни разбой и так далее. Удар был один – только горло, только перерезание с максимальным количеством крови и уход. Никаких манипуляций, ни перетаскиваний, ни осмотра вещей, карманов и прочих. Свидетели, которые не сразу поняли, что на их глазах убивают человека, позже рассказали милиции, что преступник, скрывшись в подземном переходе, через несколько минут ненадолго вернулся к истекающему кровью мужчине. Фоторобот составить, конечно, они не смогли, потому что это было и темное время суток, это, ну, март, сумерки, время около 9 часов вечера, вернее, даже 10, как-то так, дальнее расстояние. Но то, что это был человек в спортивном костюме темном, темной шапочке, они это, скажем так, описание дали. Спустя месяц в районе того же Варшавского шоссе на улице Севашской происходит еще одно убийство со схожим почерком. Мужчина истекает кровью от удара ножом в шею, его деньги и документы не тронуты. Только на этот раз убитый не молодой человек, а пенсионер. И все преступления происходили в юго-западном углу, в районе Зюзина, весь куст. Что касается места, времени, они все происходили в темное время суток, в вечернее время. Нападение сзади идет наш Х-герой в спортивном костюме, в шапочке, под видом бегуна, пробегает вдоль мимо, как бы осматривая наименьшее количество свидетелей и очевидцев. И с второго захода сзади нападает, хватает за голову, оттягивает и перерезает горло. Преступления в Зюзина вскоре объединили в одно дело. К их расследованию подключили следственно-оперативную группу московского уголовного розыска. На протяжении нескольких недель оперативники опрашивали свидетелей, составляли предполагаемые маршруты убийцы и проверяли бывших уголовников, которые отсидели свой срок за схожие преступления. Мы шли по пути розыска мужчины, спортсменов, молодого, возможно, с гомосексуальными наклонностями, потому что нападение у нас сильный характер мужчины-мужчины. Параллельно с этим отрабатывая версии, и преступления совершаются на национальной почве, ну, скинхеды и так далее, и так далее. В меньшей степени кто-то мог бы подумать, что это совершает девушка молодого возраста. 20 апреля преступник совершает следующее нападение – на Одесской улице. Пострадавшему тоже за 60, но на этот раз ранение в шею оказывается несмертельным. Спустя несколько недель серия пополнилась еще как минимум двумя покушениями на убийство. Трое выживших мужчин дали показания. Все они утверждали, что стали жертвами не преступника, а преступницы. Но могли ли следователи на 100% доверять находившимся в шоке пострадавшему? Основным аргументом для понимания, вернее, для предположения о том, что все-таки эта девушка, вернее, возможно, что эта девушка, были показания очевидцев. Потому что, ну, знаете ли, ведь субъективное восприятие в любом случае очень важно. Невзирая на то, что это и спортивная фигура, и спортивный костюм, и высокий рост, атлетическое сложение. Но, когда взрослые люди говорят, ну, что-то вот женское, что-то вот девичье в лице, и когда субъективно человек говорит о том, что девушка, ну, как так, такого быть не может, ну, это же вообще не женский способ, что происходит в голове, чтобы вот так вот бегать с ножом и нападать на мужчину. Ну, в итоге все-таки и эту версию приняли. Субъективная фигура поддержка. И выбор специалиста не по профилю может только усугубить ситуацию. К тому же, потраченные деньги и время вернуть не удастся. Как проходит подбор психолога в онлайн-сервисе ЮТОК? Консультант задает уточняющие вопросы по состоянию, запросу и пожеланиям пользователя. На основе ответов вам подберут наиболее подходящего психолога из базы. Общение может занять около 30 минут, чтобы специалист мог качественно оценить состояние человека и разобраться с его запросом. И это совершенно бесплатно. Психологи ЮТОК работают более чем в 30 направлениях терапии, поэтому вы точно найдете того, кто нужен для решения вашего вопроса. Кстати, все специалисты проверяются на наличие высшего образования, супервизии, личной терапии и проходят тест на этичность и толерантность. Вся информация о сотрудниках есть в открытом доступе. Переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку на подбор психолога, а по промокоду SULIM действует скидка 20% на первую индивидуальную сессию с психологом. Версия о том, что все эти убийства и нападения совершила женщина, кажется, только усложнила работу следствия. Неясен был мотив ее поступков. Она орудовала в людных местах, при десятках свидетелей, ей не нужны были ни деньги, ни документы ее жертв, и она не была с ними знакома. Все эти улики указывали на то, что преступница была убийцей мужского типа. Уличная охота с ножом на незнакомцев больше характерна для классических маньяков, которыми в подавляющем большинстве случаев оказываются мужчины. Но можно ли вообще использовать это слово «маньяк» по отношению к женщине? Женщины-маньячки или серийные убийцы существуют, но их, видимо, действительно меньше. У них довольно серьезно отличаются мотивы и паттерн совершения преступлений. Поэтому их либо отделяют в какие-то другие категории, потому что они не похожи на вот это общепринятое представление о маньяках, где замешан секс, садизм. Их процент, их доля, беря за 100%, вообще серийных убийц, по большому счету очень мала. Я бы сказал, может быть, это 5-7% то, что совершается женщинами. Если уж и брать категорию женщин-серийных убийц, то сексуальный мотив вообще ничтожен. Процент среди их общего количества. Одна из отличительных черт преступлений тех самых классических маньяков-мужчин – сексуальный мотив. Конечно, не все они насилуют своих жертв, и не все получают сексуальную разрядку от своих преступлений. Но, по словам психиатров, в большинстве случаев у таких преступников все же фиксируют различного рода парафилии или сексуальные отклонения. То есть они получают сексуальное возбуждение от нетипичных для большинства людей ситуаций или объектов. Так вот, женщинам-маньякам подобного рода парафилии почти не свойственны. То есть от своих преступлений они редко испытывают сексуальные наслаждения. Почему так? Нет валидных объяснений. Не знаю. Есть спекуляции. Мужчины вообще, если ломаются, то ломаются серьезнее. Для них сексуальность значит гораздо больше в собственной идентичности, чем для женщин. Женщины реализуют себя через другие роли, не маскулинных альфа-самцов, а через роли, скорее, опекающих, заботливых, то есть матерей, жен и так далее. Собственно, преступления женщин, серийные, связаны как раз вот с этой областью самореализации, с этой частью идентичности. К расследованию убийств и нападений Взюзина мы обязательно вернемся. Но для начала давайте разберемся на конкретных примерах из истории советской и постсоветской криминалистики, какие же мотивы преследуют женщины, которые совершают серийные преступления. Абсолютный лидер – это мотив материальной выгоды. То есть это женщины, которые убивают из-за страховки, из-за каких-то активов, просто людей, которые мешают реализовать какие-то свои собственные задачи. Отсюда у них специфический паттерн, очень нехарактерный для мужчин, паттерн совершения убийства. Там абсолютный лидер – это отравление, удушение. Там очень редко можно наблюдать какие-то жестокие формы уничтожения своей жертвы. То есть они просто решают инструментально задачу убрать без следов, чтобы продолжать. В официальных классификациях такой мотив называется гедонистическим. То есть он ради достижения комфорта. Условное такое название этой группы гедонистических женщин-убийц – это «Черные вдовы». Одной из таких убийц-гедонисток была Тамара Иванютина. Она родилась в 1941 году в Туле, в многодетной семье. Всемиром они ютились в небольшой комнате в коммуналке и часто ссорились с соседями. И родители Тамары – Антон и Мария Масленко – нашли, как им казалось, беспроигрышный способ сводить счеты с обидчиками. Первой их жертвой стал мужчина, который жил за стенкой и часто шумел. Однажды Мария угостила его пирожками, в которые добавила раствор клеричи. Эта смесь, содержащая высокотоксичный талий, обычно используется геологами для определения плотности минералов, а у человека она может вызвать тяжелое отравление и привести к смерти. Спасти соседа семьи Масленко не смогли. Такая же участь ждала еще как минимум двух женщин. Одна так расплатилась за свое замечание о неубранном туалете. Вторая – за то, что неосторожно высказалась о состоянии здоровья Марии. Антон подмешал талии в рюмку самогона, который предложил ей выпить за скорейшее выздоровление своей супруги. Вскоре после окончания школы Тамара вышла замуж. Ее супруг работал дальнобойщиком, неплохо зарабатывал, а главное – жил в собственной двухкомнатной квартире, куда после свадьбы переехала и Тамара, захватив из родительского дома пузырек с раствором клеричи. Едва ли не с первых дней совместной жизни девушка стала добавлять небольшие дозы талия мужу в еду. Она знала, что маленькие порции яда, накапливаясь в организме человека, убивают его не сразу, а постепенно ухудшают состояние. Так и случилось. Вернувшись из очередного рейса, почти облысевший муж Тамары обратился в больницу с жалобами на слабость и боли в ногах и вскоре скончался. Причиной смерти врачи назвали «сердечный приступ». В 1983 году Тамара продает квартиру и переезжает в Киев, где вскоре опять выходит замуж и берет фамилию мужа – Иванютина. У нового супруга своей недвижимости не было. Зато загородный дом был у его родителей, в котором их новая невестка задумала организовать свиноферму. Свекр и свекровь Иванютиной умерли с интервалом в два дня. Перед смертью они страдали от сильнейших болей в ногах и они менее ступней. Вскоре Тамара с супругом перебрались за город и закупили 10 свиней и 150 кур. Чтобы получить доступ к продуктам и пищевым отходам, которые Иванютина использовала как корм для домашнего скота, она устроилась посудомойкой в школьную столовую. На новом месте работы Тамара продолжила серию отравлений. Ее первыми жертвами стали двое учеников, которые однажды забрали остатки котлет и куриной косточки для своей собаки. Подростков госпитализировали с сильным отравлением. В больницу попали также школьные парторг и диет-сестра. Вскоре после того, как они сделали Иванютиной замечания по поводу качества ее работы и пригрозили увольнением. Обе женщины в итоге скончались. Еще через три недели все в той же школе от неизвестной болезни, похожей то ли на нетипичную форму гриппа, то ли на отравление, умерли еще двое детей и двое взрослых. Чередой смертей и отравлений в школе номер 16 заинтересовалась прокуратура. После опроса пострадавших стало понятно, что все они накануне госпитализации пришли на обед позже остальных. Тогда и возникла версия о том, что в пищу мог попасть яд, которым травили крыс и тараканов. Когда следователи вызвали на допрос школьную диет-сестру, то выяснили, что женщина месяц назад скончалась, причем от той же неизвестной болезни. После эксгумации в ее теле были обнаружены следы талия. Опросив всех сотрудников столовой, следователи обратили внимание на странное поведение посудомойки Иванютиной. Она буквально не давала работать эксперту-криминалисту, когда та брала образцы с кухонной утвари и продуктов. Скоропостижная смерть свекра и свекрови Иванютиной и состояние ее супруга, к тому моменту он облысел и практически не вставал с кровати. Еще больше насторожили сыщиков, и они решили провести в ее доме обыск. Пузырек с высокотоксичным раствором клеречи нашли в маленькой тумбочке, в которой хранилась швейная машинка. Тамару Иванютину обвинили в девяти убийствах и в двадцати покушениях. На скамье подсудимых оказалась также ее младшая сестра Нина, которая при помощи того же талия убила своего 69-летнего супруга. И родители Антон и Мария Масленко. Арест и шумиха вокруг дела Иванютиной помешали ее 77-летней матери отравить соседку, которая не рискнула угоститься приготовленными Марией оладьями. В уголовном деле семьи Масленко было 40 эпизодов, 13 со смертельным исходом. Антон и Мария получили 13 и 10 лет соответственно. Нину приговорили к 15 годам. А Тамара Иванютина стала последней в СССР женщиной, приговоренной к расстрелу. Чтобы ваша болезнь не превратилась в страшилку, не гуглите симптомы. Лучше обратитесь к компетентным врачам. Тем более сделать это можно даже ночью. Приложение на поправку позволяет искать врачей, записываться на приемы и обследования в клинике и, самое главное, консультироваться с врачами онлайн из любой точки мира. Вам не нужно оплачивать каждую консультацию отдельно. Обращения безлимитны и работают по подписке. У на поправку своя постоянная команда проверенных квалифицированных врачей, которые умеют тактично общаться онлайн, не назначат лишнего и дадут профессиональные советы даже в самых деликатных вопросах. В подписке есть как взрослые, так и детские специалисты. А также можно дополнительно подключить ветеринарных врачей. Не нужно предварительно записываться на консультацию. Есть вопрос? Задавайте в чат, и врач подключится к диалогу за 15-20 минут. Вам помогут с расшифровкой результатов анализов, проконсультируют по питанию, сну, витаминам и другим темам. А также подскажут, нужен ли вам очный осмотр или обследование. Месяц подписки выходит дешевле, чем прием в частной клинике. Попробуйте онлайн-формат общения с врачами со скидкой 20% на первый месяц по промокоду SULIM или оформляйте до конца сентября год безлимитных консультаций со скидкой 1500 рублей по промокоду SULIM1500. Скачивайте приложение на поправку по QR-коду на экране или по ссылке в описании. И берегите себя и свое здоровье. Вторая категория по распространенности – это ангелы смерти или ангелы жизни. Их еще по-разному называют. Там очень много медсестер, там очень много женщин, которые страдают расстройством Мюнхгаузена, делегированная форма. То есть когда женщины вызывают какие-то болезни у людей, которые от них зависят. Раньше была такая категория, подкатегория – это женщины, которые содержали приюты, что-то типа приютов для незаконно рожденных детей. Это там условно 18-е, 19-е века, начало 20-го, может быть, когда женщине было неприлично воспитывать ребенка. Вот они за небольшое вознаграждение оставляли своих детей в таких типа приютах. Там либо детей как-то, ну, с ними жестоко обращались, или они заброшены были, умирали от плохого обращения. Либо там вот был этот феномен такого убийства просто ради убийства. Вот это как раз вот эти ангелы жизни или смерти. Там частый мотив – это контроль просто. Я вот управляю жизнью. Или спасение – я избавляю человека от страдания. Частные приюты для незаконнорожденных, о которых упомянула Евгения Смоленская, конечно, давно отошли в прошлое. Но сироты и сегодня подвергаются жестокому обращению в детдомах и приемных семьях. С виду образцовая многодетная мама Светлана Аклей – современный пример ангела смерти, жертвой которой стали ее приемные дети. Семью Аклей хорошо знали в Краснодоне – небольшом городке близ Луганска, куда Аклеи переехали из поселка в 2003 году в пятикомнатную квартиру, которую получили от местных властей. В 2007 Светлане присудили звание мать-героиня. В семье было шесть девочек и мальчик. Дети участвовали и побеждали в конкурсах и олимпиадах. Мама писала детские сказки и песни, которые семейный ансамбль Аклей исполнял на городских и районных праздниках. В 2010 Светлана и Александр решили, что готовы взять на воспитание еще одного ребенка и начали оформлять бумаги на усыновление пятилетнего Ильи. Но мальчик оказался в детдоме вместе со своими младшими сестрами – четырехлетней Лизой и двухлетней Катей. По закону разлучать братьев и сестер было нельзя. Аклеев это, кажется, ничуть не смутило, и они забрали всех троих. Еще через два года в семье родился одиннадцатый ребенок. Вскоре Илья стал частью ансамбля Аклей, но Катя и Лиза в семейных выступлениях не участвовали. В августе 2012 в поселке Семейкино в 20 километрах от Краснодона пропала двухлетняя Настя. Последним ее видел старший брат, с которым они вместе играли на улице. Шестилетний мальчик смог подробно описать сцену похищения. Он рассказал, что к ним с Настей подъехал черный мотоцикл с коляской, за рулем которого сидел мужчина, а рядом с ним девочка лет 12 и женщина, одетая в цветной халат с черным платком на голове. Эта женщина затащила Настю в коляску, после чего они уехали. Родители девочки предположили, что дочь могли похитить для дальнейшего выкупа. У семьи было много долгов. Но нашли Настю не у кредиторов, а на даче семья Аклей. На логичный вопрос милиции хозяева дома ответили, что похищенная девочка – это их приемная дочь Лиза. Когда на дачу Аклеев приехали настоящие родители Насти, Светлана заявила, что украла чужого ребенка, потому что лишилась недавно удочеренных Лизы и Кати. Куда именно пропали девочки и почему она не заявила об этом в милицию, женщина не объяснила. Не смогла она объяснить побои и кровоподтеки на теле приемного Ильи. По легенде, описанной в СМИ, мальчик подошел к одному из милиционеров и сказал, «Заберите меня отсюда, а то они меня убьют». Аклеев задержали. На допросе муж Светланы Александр и ее старшая дочь, 22-летняя Юля, рассказали следователям, что чужой ребенок понадобился им для того, чтобы подменить одну из удочеренных девочек, которую Светлана убила. Пытать своих приемных детей Светлана Аклей стала в феврале 2011, меньше чем через год после их усыновления. Первой жертвой стала 4-летняя Лиза. Она умерла от побоев, которым на протяжении многих дней ее подвергала приемная мать. Избавиться от тела ребенка Светлана попросила мужа и старшую дочь. Они сожгли его в металлическом чане на даче. Девять месяцев спустя из-за жестокого обращения умерла Катя. Ее тело расчленили и закопали недалеко от загородного дома. На суде Александр и Юля Аклей признали вину и охотно давали показания. Юля рассказывала о том, что приемные дети могли целый день простоять в углу. Светлана запрещала им шевелиться, а если те не слушались, жестоко наказывала. В декабре 2012 года Александр Аклей получил 4 года за соучастие в убийствах и похищении детей. Столько же дали и Юлии. Она получила отсрочку из-за беременности. Светлану Аклей приговорили к 15 годам лишения свободы. Она так и не признала свою вину и настаивала, что дело против нее сфабриковали, а приемных детей похитили. Ну и еще есть, это такой очень популярный женский мотив, это месть. Да, мужчины редко так делают. Вот когда месть, знаете, не всему человеческому роду, отродью, значит, а вот конкретным людям, которые мешают. Поэтому с женщинами, женщин лучше не расстраивать. Они могут планомерно подойти к вопросу. К какому типу женщин-убийц можно отнести девушку с Варшавского шоссе? Она явно не была ни черной вдовой, ни грабительницей и вряд ли мстила своим жертвам, ведь они даже не были знакомы. Чувствовала ли она себя ангелом смерти? Или же она одна из тех немногих женщин, которые получают удовольствие от самого акта убийства? В апреле 2002 года у следователей не было ответа на эти вопросы. Зато уже тогда было понятно, что речь идет об организованной преступнице. Самый первый признак, что нападения, казалось бы, нелогичные, атипичные, бессмысленные, совершаются в момент минимального присутствия свидетелей-очелиц. То есть это не та ситуация, когда человек в приступе психоза, в остром психозе выскочил с ножом на улицу и стал там нападать, кромсать всех и так далее. Человек проводит регагностировку, он пробегает мимо жертвы, то есть он уже входит в это состояние, возбуждается. Это как акула, которая нарезает круги вокруг жертвы и в какой-то момент нападает. Возможно, это имеет какую-то под собой сексуальную даже составляющую, хоть и неочевидную, но тем не менее. То есть мы имеем человека, которому очень-очень это понравилось. В пользу гипотезы о том, что преступница вошла во вкус и вряд ли сможет остановиться, говорил тот факт, что промежутки между убийствами и нападениями постепенно сокращались. Между первым и вторым прошел месяц, между вторым и третьим – три недели, третьим и четвертым – две. Началась охота на охотника, по большому счету. Охота на агрессивного животного. Ну, там были расставлены посты, то есть сотрудники в штатском, под разным видом и так далее. Курсировали и, возможно, даже, мы думали, произойдет нападение на кого-то из сотрудников, ну, то есть как бы на живца, но такого не произошло. Поймали преступницу случайно. По всем опорным пунктам милиции на юге Москвы разослали ее фоторобот, после чего похожую девушку заметил на улице стажер-оперативник. Он закурил сигарету, у него случайно выпало, он наклонился ее поднять, и в этот момент перед ним на асфальт наступил кроссовок в пятнышком крови. Стажер поспешил доложить участковому. Вместе они проследовали за предполагаемой убийцей до ее дома на Каширском проезде и зашли с ней в подъезд. Она первая зашла в лифт, мы за ней, и она растерялась просто. Ну, а что мы, молодые были, ранние. Сами-то не боялись, что она нас может лезть. Она за сумку схватилась, заметалась и быстро вылетела. Я, говорит, пешком пойду. Николай Антипов с помощником вычислили, в какой квартире живет девушка, вернулись в опорный пункт и сообщили начальству. У нее такие глаза, вот, когда встречаешься со злобной собакой, с волком, то у нее просто глаза такие, как вот, как круглились и как наливаются кровью. Я так испугался, что уже все. Не как за себя, а как вот за пацана. А так бы она нас почекала бы здорово. В тот же день в квартиру на Каширском проезде приехали оперативники задерживать предполагаемую убийцу. Ей оказалась 24-летняя Мария Петрова, преподавательница физкультуры в Московском электронно-технологическом техникуме. Кроме нее в квартире находились ее родители. Позже отец Марии расскажет следствию, что уже несколько недель подозревал, что дочь причастна к убийствам Взюзина. В какой-то момент он, да, застал ее за тем, как она в ванной замывала нож после очередного эпизода, после очередного нападения. И он сказал, когда она на него посмотрела, что в ее глазах он прочитал все, он моментально понял, кто она. Поначалу Петрова отрицала свою вину и не шла на контакт со следователями. Пока один из них не пообещал девушке, что если она расскажет хотя бы об одном случае нападения, то ее отпустят. Началась неразбериха, которая в принципе могла закончиться тем, что вся серия будет с юридической точки зрения развалена, потому что ее обманным путем попросили написать чистосердечное признание по одному эпизоду. Когда приехал адвокат, ну прибыл адвокат, он сказал, что от всего отказывайся, на тебя оказывали давление и прочее, прочее. И все, а доказательств больше не было, кроме пятнышка крови на кроссовке. Но это тоже легко можно было разводить, грубо говоря. Ну и что, я-то там совершаю пробежки, я бежала, наступила лужа крови, на меня попала эта самая кровь. По словам Дмитрия Миронова, Мария стала давать признательные показания только после того, как ему удалось наладить с ней психологический контакт. И никто не собирается ей врать, что ее отпустят. И сколько ей придется провести времени, тоже никто не знает уже в местах лишения свободы. Но всегда есть человеческое отношение, которое, каким бы ужасным преступник не был, всегда открывает возможность и рассказать, и выговорить. Ладно, пусть даже, да, человек хочет рассказать об этом, немножко приукрашивая где-то, что-то там умалчивая. Но он об этом рассказать хочет, потому что просто так дыма без огня не бывает. И такие странные вещи наверняка имели под собой какие-то предпосылки. О том, как формировалась Петрова и что именно толкало ее на убийство, много противоречивой информации. В одних источниках ее семью называют обычной, а детство – нормальным. В других приводят такую историю. Когда Маше было 4 года, пьяный отец так сильно избил ее мать, что женщина несколько дней провела в больнице. Классическая, хорошая, правильная советская семья, полноценная мать, отец, старший брат, мать, отец, мастера спорта по плаванию, преподаватели, заслуженные люди в своей спортивной сфере, безо всяких там вредных привычек, никакой маргинальщины, либо каких-то сексуальных домогательств со стороны отца, либо кого-то из родственников в сторону Марии не было никогда и ни в какой форме, ни в каком виде. Она родилась совершенно здоровым, нормальным ребенком, росла абсолютно здоровой, нормальной девочкой, со всем спектром увлечений, интересов, свойственных девчонкам, начиная от куколок, цветочков. Она хорошо пошла в школу, хорошо училась и закончила хорошо школу, абсолютно ничем не выдающаяся, ни в ту, ни иную сторону. По другой информации, Маша была замкнутой и необщительной, могла проявлять агрессию по отношению к животным и даже к сверстникам. В подростковом возрасте у Петровой диагностировали шизотипическое расстройство личности и поставили на учет в психоневрологическом диспансере. Она бросилась на мать с кулаками, не более того. Но она ее не покалечила, не порезала, не совершила никаких попыток суицида, ничего подобного. Бытовуха, грубо говоря. Но мать отреагировала вот так, будучи женщиной строгой, в определенном смысле правильной, она решила вызвать психиатрию. Все расстройства шизоспектра и вообще такие выраженные расстройства, которые связаны с нарушением тестирования реальности, будем так говорить, имеют, считается, значительную генетическую подоплеку. Но дальше есть стрессовые факторы среды, когда действительно гены могут дремать, грубо говоря, и проснуться, если им создать для этого условия. Вот те самые травмы головы, насилие в детстве, заброшенность, буллинг и так далее. Но здесь я очень хочу подчеркнуть, люди с расстройствами шизоспектра обычно не агрессивны. То есть они обычно становятся жертвами насилия. Это редкость, что они совершают насилие в чей-то адрес. Несмотря на диагностированное расстройство, Петрова увлекалась плаванием и принимала участие в городских соревнованиях. Но потом резко бросила любимое дело. По одной из версий, это случилось после того, как Машу изнасиловали. Девушке тогда едва исполнилось 18. Этот факт она самоописывает как, в общем-то, не особо травмирующий, но как имевший место быть. Она его описывает как изнасилование со стороны приятеля, знакомого, которого она знала раньше, которого она вдруг когда-то повстречала в компании ещё с одной подругой. Он был. Они пригласили её выпить. Они сидели втроём, выпивали. Потом что-то, ну, с её слов они ей подсыпали. И она уже проснулась, понимая, что над ней надругались. Это её рассказ. Ну, собрала себе, да и пошла домой. Потом она его когда-то там встретила ещё раз. Ну, просто не стала здороваться. Насилию подвергается очень большое количество людей, в детстве в том числе. Но когда они психически в целом здоровы, когда у них есть какая-то реальность, окружающая среда, которая помогает им справиться, вообще опереться и научиться как-то справляться с последствиями, реальные травмы, которые с ними произошли, они компенсируются и могут продолжать жить обычную нормальную жизнь. Вот. Если этого не наблюдается, то есть у нас есть человек с психическим расстройством, с энным количеством риск-факторов, типа насилия, бедности, там, родители не продемонстрировали, как себя как-то регулировать своим собственным примером. Да, здесь у нас диагноз может эскалироваться до каких-то очень экзотических форм поведения, вплоть до убийств. После окончания школы Петрова прошла курсы и секретаря референта, работала продавцом и официанткой, но подолгу нигде не задерживалась. Вместо профессиональной сферы девушка сконцентрировалась на личной жизни. Она эффектная, она не испытывала никогда недостатка во внимании со стороны мужчин. И также свойственно возрасту, там, в районе 20 лет. Она активно стала проявлять свою сексуальность, соответствующим образом одевалась в мини-юбке, подчеркивая свою фигуру, свою внешность, макияж. Ну, все, что, так сказать, сопутствует нормальному созреванию девушки. Посещала клубы с подругами в центре Москвы, вечеринки, общалась с мужчинами. Родители такой образ жизни дочери не одобряли. Их отношения накалились до предела, когда Мария сообщила им, что беременна. Дальше – выкидыш, новые ссоры и скандалы и постоянные угрозы родителей сдать ее в психушку. У нее были отношения, если не ошибаюсь, с другом брата. Он старший по возрасту, но не взрослый-то мужчина. Ну, все в пределах разумного и ничего аномального в той истории не было. Ну, конечно, были потом, да как и в любой семье, разборки с родителями, с мамой, естественно. Потому что, ну, кто первый об этом узнает? Ну, конечно, мама. Все стандартно. Она не цепляется за это как за ту причину, по которой она взялась за муж. Нет. За несколько лет до совершения первого убийства Мария устроилась преподавателем в техникум. А по вечерам подрабатывала в фитнес-клубе. Студенты тоже находили ее замкнутой и даже странноватой. И за глаза посмеивались над своей преподавательницей. Домой возвращается юбка вот такая, вот там каблуки такие неверенные и идет. Ну, вообще так это прикольно так посмотреть. Над ней еще многие издевались насчет этого. Ну, просто так, ну, как-то так. Сначала физкультура и форма, потом идет. Она так постоянно посмотрит и дальше пойдет. Ну, и тут вот студенты вам тоже начали выдавать, что вот она там как дурочка себя вела, вот она была неадекватная, она бормотала. Да ничего такого не было на самом деле. Потому что мы и отрабатывали этот колледж, кстати говоря, ну, пока искали ее. Если бы что-то было за кем-то замечено неадекватное, я уверяю, нам бы сказали. И дали бы, так сказать, понять, что есть у нас одна преподавательница. В принципе, подходит под ваше описание. Вот она немножечко не в себе после задержания. Конечно, вам расскажут многое, что и одевалась она не так. Ну, как не так? Что значит не так? Мини-юбка? Почему это не так? Вот тогда они были в моде. Высокие сапоги в моде. Она же не приходила так на занятия. Она так приходила на работу, и то не каждый день. Что именно толкнуло Марию совершить первое убийство, она так и не смогла объяснить следователям. Однажды вечером она пошла на пробежку и на всякий случай захватила с собой нож. Вернее, вложила его в руках в своей куртке. Проходя мимо остановки, она заметила молодого человека, который, по ее словам, схватил ее и начал приставать. В этот момент Петрова вытащила нож и полоснула парня по горлу. Первый вопрос. Зачем ты таскала с собой нож? Я, так сказать, брала его с собой на случай самообороны от собак бродячих. Ее ответ. Он к тебе приставал. Ну, как бы, что значит он к тебе приставал? Он сидел нетрезвый и меня оскорбил. Хорошо, это приставание, которое угрожает твоей половой неприкосновенности? Ну, я подумала, он может меня изнасиловать. Ну, как смогла подумать? Он сидит, ты просто пробегаешь мимо. Почему она взяла нож? Она говорит, что было небезопасно. Ну, правда, время-то было еще такое не совсем безопасное. В принципе, выглядит как, ну, действие неадекватное, но объяснение вроде понятное. Все-таки даже в небезопасной обстановке женщины с ножами обычно в куртке не ходили в те времена по центру города Москвы. Вот. Но опять, мы же в рамках ее такого майнсета, в рамках ее головы находимся. У нее может вполне другое объяснение быть, что мир опасен, мужчина опасен. Они там подкарауливают ее, не она их. И когда, если ее кто-то подкарауливает, будет уже поздно. Поэтому я на всякий случай возьму, а дальше будет, что будет. Можно в таком, например, ключе объяснить ее поведение. Помните, описывая первое убийство на Варшавском шоссе, я говорила, что преступник, спустившись в подземный переход, через несколько минут вернулся на место преступления. Зачем Марии понадобилось вновь увидеть истекающего кровью молодого мужчину, она так и не объяснила. Это был не единственный вопрос следователей, на который Петрова не ответила. Вернее, ее ответы все равно не объясняли ее истинный мотив. В первый раз она будто бы защищалась от приставаний. На второе убийство ее якобы подтолкнули навязчивые знаки внимания старшего коллеги. У меня как бы появилось желание не на работе, а после работы какому-нибудь пожилому прочинить неприятности. Ну, естественно, первый вопрос был бы у любого. Послушай, Маша, аж почему ты тогда, раз он тебе домогался, почему ты ему-то горло не перерезал конкретно этому твоему тренеру? Это же происходило регулярно, как ты говоришь, ему бы башку свернуло, грубо говоря. Ну, она отвечает, ну, нет, и, конечно, я боялась потерять работу. Ну, то есть вот такие защитные фразы. Зная, что у нее было шизотипическое расстройство и вообще несложность ее объяснительных конструкций и несложность ее поведения, мы можем предположить, что она неправильно интерпретировала какие-то сигналы в свой адрес, какое-то поведение в свой адрес, что характерно для вообще расстройства шизоспектра. Причем интерпретация такая со съездом в негативное. То есть когда нейтральное, например, воспринимается как опасное. Там немного опасное, как очень опасное. То есть когда у человека действительно может появляться ощущение незащищенности и провоцировать его на какие-то действия. Это просто скорлупа, которую она сама себе быстро сконструировала после задержания. На самом же деле мотивы, то есть движитель совершенно иные. Совершенно иные. Удовольствия. Ведь что такое таскать с собой нож? Да не один месяц. Это же фантазии. Она же все это продумывала. Она питалась этим, фантазировала. И уже в фантазиях получала удовольствие. Поэтому она носила с собой этот на пробежках нож. Что такое эти пробежки? Это не пробежки, по большому счёту. Она охотница. Она хищник, который готовился, осваивал свою территорию. Уже кайфуя от того, как она там бегает, как она видит потенциальных жертв. Но пока ещё на них не нападает. То есть она уже себя подводила, распаляла и получала от этого очень большое удовольствие. Которое стало ещё большим, когда она переступила эту черту и впервые попробовала кровь. Эту составляющую своих преступлений Мария никогда не признавала. То ли потому, что сама её не осознавала, то ли потому, что боялась в этом признаться. Вывод о сексуальной или эмоциональной разрядке, которую Петрова получала, обдумывая или совершая свои преступления, сделал сам Дмитрий. Проведя с ней много часов во время допросов и следственных экспериментов. Она через это становилась женщиной. Понимаете, может быть сложно это объяснить, но я это внутри понимаю, что её двигало. Она становилась полноценной женщиной. Тут именно какая-то, знаете, природа амазонки некой, охотница, воительница. То есть она вот через это, очевидно, обретала, так сказать, своё становление, свою сущность, как женщина. Ну и уж понятно, никаких феминистских толков. С момента первого убийства и до поимки Петровой прошло чуть больше полутора месяцев. Всё это время она продолжала ходить на работу и даже собиралась использовать её в качестве алиби. Мария рассказала на допросе, как однажды запланировала напасть на очередную жертву прямо во время тренировки в фитнес-клубе, сказав, что ей нужно ненадолго отлучиться. Раз Петрова думала об алиби, получается, что она планировала свои преступления и вряд ли ходила с ножом в рукаве постоянно. Это к вопросу о том, что она не сумасшедшая в том виде, в котором, может, кто-то хочет это представить, или там хотел, или которая выскочила с ножом, побежала резать мужиков. Нет, это как раз-таки штрих к портрету человека, который живёт этим, фантазирует, он планирует, это всё упивается этим. Кажется, у Петровой совсем не было страха быть пойманной. Она убивает и нападает на глазах у десятков свидетелей, не спешит покидать место преступления и выбирает очень контактный способ совершения преступлений. Убить человека ножом и избежать следов его крови на своей одежде практически невозможно. Кстати, кровь одного из пострадавших мужчин позже найдут на куртке Петровой. Нападение на улицу. Это демонстрирует стержень натуры. Не любой мужчина пойдёт на такое, опасаясь быть пойманным, узнанным и так далее. Здесь вызов, она хозяйка положения. Это говорит о личности, о структуре личности, о том стержне. Ну, назову демоническим тут уж. Есть теория, что мужчины, они охотники в своей тактике, а женщины, они собирательницы. То есть они убивают тех, кто рядом. И большая часть убийства – это люди, которые им знакомы. Здесь она, кстати, тоже из паттерна выпадает, потому что она убивает совершенно случайных людей, которые вообще случайно подвернулись ей под руку. Типажа не было. Это и в лишний раз говорит о том, что попытки трактовать её как месть насильнику, как из прошлых лет. Ну, так, конечно, аргумент не очень, но, тем не менее, и здесь он тоже не бьётся. Сам мужчина как объект, как биологический объект важен. Причём половозрелый, теоретически могущий дать отпор. Ну, и уж совсем-то на стариков с палками, понимаете, она не нападала. Хотя и таких можно было найти, и в подъездах можно было найти. Вот он, вывод-то идёт в эту сторону, то, что ей нужен был соперник. Мария Петрова была признана виновной в двух убийствах и в трёх покушениях на убийство. Четвёртый эпизод нападения исключили из дела из-за отсутствия доказательств. Однако суд освободил её от уголовной ответственности. Эксперты Института имени Сербского, проанализировав характер её преступлений, пришли к выводу, что Мария совершала их в состоянии невменяемости, то есть не осознавала опасность своих действий и не могла ими руководить из-за своего расстройства. Её отправили на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного, то есть закрытого типа. Она уже находится там с 2001 года. Это 22 года. Без каких-то обозримых, чётких перспектив. И сколько она будет находиться там, мы не знаем. Поэтому в таком смысле, конечно, это даёт больший замах для того, чтобы держать её там условно до самой смерти. Если бы её признали вменяемым, сколько бы она получила за это? Ну, хорошо, ну, 10, допустим, лет. Ну, к примеру, да. Плюс судо, плюс там… Она бы давно уже, кстати, была на свободе. Это прагматичный взгляд на вопрос. Это принудительное психиатрическое лечение воспринимается как наказание, ну, хуже всего. Не знаю, возможно, хуже только смерть. Такая уже смертная казнь. Я не думаю, что там какая-то терапия особенная происходит. Это просто тюрьма. Вероятно, более комфортная, чем настоящая тюрьма. Но эти люди лишены всякого выбора. Принимают какие-то таблетки. То есть, вероятно, находятся регулярно или постоянно в изменённом сознании, не самым, возможно, приятным. К астационной жалобе, которую Верховный суд рассмотрел спустя 4 месяца после вынесения приговора, адвокат Петровой просила отменить принудительное лечение своей подзащитной. Сама Мария, по словам Дмитрия Миронова, тоже предпочитала отправиться в колонию, а не в больницу. На этом же настаивал и один из потерпевших. Но приговор Петровой оставили без изменений. Просила, она неоднократно желала попасть именно в места лишения свободы, на зону. И говорила о том, что там я буду. Вообще, так сказать, на высшем эшелоне иерархии. Да, потому что она убийца, она убивала мужиков. Она сильная, здоровая. И никто в этом не сомневается. Она бы действительно была там в авторитете очень большом. За те 20 лет, что Петрова находится в психиатрической больнице, она дважды пыталась сбежать. После чего ее переводили в учреждение с более строгим режимом в Казань, но затем вернули в Москву. Каждые полгода она проходит медицинское свидетельствование, в ходе которого психиатры оценивают ее состояние. Готова ли она выйти на свободу? Может ли она все еще быть опасной для окружающих и для себя самой? Но есть еще один, возможно, более важный вопрос. Раскаялась ли Мария в своих преступлениях? Ну, она это приняла, скажем так. Ну, приняла это вот как, ну, факт. Говорить о раскаянии, я бы не сказал, что он там убивается, раскаял. Говорить о том, что эти вещи для нее психотравмирующие сейчас, я бы тоже не сказал. Родители Марии поддерживают связь с дочерью и раз в месяц навещают ее в больнице. По словам Дмитрия Миронова, их отношения со временем наладились. Но возможное освобождение Петровой и ее мать и отца скорее пугает. Больше всего они боятся реакции общества и соседей. Она уверена в том, что она скоро выйдет на свободу. У нее мечта по-прежнему, как и была тогда, завести семью, родить детей, чем-то заниматься. Вот я ей не очень, не так давно ей передавал. Она мне попросила учебники по английскому языку, потому что мы же с ней затеяли экранизировать ее историю. Четыре года назад Дмитрий Миронов возобновил общение с Петровой. У него возникла идея превратить ее историю в художественный фильм. Причем снимать его Миронов планировал в Голливуде. Когда проект заморозили на неопределенный срок, Дмитрий решил воплотить свою идею в России. Уж слишком ярким для его биографии стало дело Петровой. В первую очередь в ней вижу не серийную убийцу, какую-то там ужасную маньячку, а в первую очередь человека. Ну вот что-то приключилось как-то так, легла карта, произошла какая-то совокупность странных факторов. Даже ни один психиатр вам на это не даст ответ. И вот она уже больше 20 лет в психиатрической лечебнице. И я же прекрасно общаюсь и с психологами, которые там с ней работают, и с врачами. Никто по сей день не даст стопроцентного ответа, что же на самом деле произошло. Это была история женщины-серийной убийцы Марии Петровой. Спасибо, что досмотрели ее до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и предлагайте в комментариях темы следующих выпусков. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok